Привет, друзья! Сегодня у нас небольшое видео, просто хочу вам показать 110 от Гринторна. На сайте есть две версии, одна вот такая и карбоновая. Никаких отличий, просто рукоять полностью выполнена из карбона. Здесь комбинированная рукоять, титан плюс карбон, давайте оценим подгонку. В принципе, неплохо. Обратите внимание, какая мощная здесь фурнитура под шестигранник. Есть темлячное отверстие одностороннее и традиционно для 110-го Аксис Лок. Осевой под шлиц и под карбоном у нас толстенные лайнеры, но из титана. Никакой стали, хоть это и бюджетник. Есть две версии, кстати, еще по стали D2 сейчас перед вами и есть версия SM390. Так вот, на бюджетной модели тоже лайнеры титановые, не стальные, что скажется положительно на весе. Большое количество обонок, но это привычная конструкция 110-го. С обратной стороны титановая клипса не бликует, обработана и хорошей гибкости. Хорошо отгибается. Вот так нож смотрится на кармане, клипса не бликует. Естественно, неглубокая посадка, потому что сам нож огромный и он просто не поместится в карман и будет мешать вам, например, если вы будете садиться в автомобиль. Но так, в принципе, свою функцию хорошо выполняет. Клин четко по центру, в осевом находятся шайбы из цветного металла, никаких подшипников, все по классике. Открывать можно как за аксис, вот так встряхивая, либо просто за дол, что более комфортный вариант. Спокойно открываете за дол тихо, также без проблем можете закрыть. Но, конечно, закрывать лучше вот так с помощью замка. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Титановые лайнеры не облегчены, но это и понятно. Титан не фрезеруют, чтобы не нарушить конструкцию, потому что это не сталь и материал более хрупкий. Ну, во-вторых, в этом нет причины, потому что баланс четко на подпальцевой выемке. Вес 159 грамм при длине клинка 11 сантиметров. В обухе 3,9 миллиметра. Давайте подробно рассмотрим клинок. Он выполнен, как видите, из стали D2. Есть версия с М390. Дол обработан красиво. Универсальный клин, который может протыкать, потому что здесь солидный обух почти 4 миллиметра. И который будет резать, потому что он тонко сведен. Подводы еле видны. Ровные, тонкие, с обеих сторон. Как видите, в принципе, клин, как я сказал, универсальный и подойдет для максимального количества EDC задач. Также мы видим, что здесь есть полноценный чойл. Без того, большая рукоять у нас на все типы руб. И есть еще чойл. То есть, по хватам здесь бесчисленное количество вариантов. Вплоть до того, что можете взять его вот так, как меч. Очень большой нож и, в принципе, подойдет на любую ладонь. Потому что по ширине рукоять небольшая. Здесь удачно вот так можно расположить маленькую ладонь. И если у вас большая, тоже проблем не будет. По хватам здесь все хорошо. Что можно отметить в итоге? Молодцы гринторм, что делают в версии с D2, такими же, как в версии с M390. Здесь точно такое же сведение, обработка, дол, обработка клинка и все другие детали ножа. Титановые лайнеры и так далее. За это отдельный респект. Плюс, хорошие новости, то, что гринторм, наконец-то, удалось переманить на сталь Каста-10. И первый нож, который выйдет с этой сталью, будет F3 в карбоне. Не пропустите, следите обязательно за нашими новостями в секте и в группе Facebook. Потому что первый выход с D2 расхватали очень быстро. Многим не хватило. На этом все. Ссылки все в описании. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok